Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Франческо Джузеппе Казанова, итальянский художник, который специализировался на батальных сценах. Его старшим братом был Джакомо Казанова, знаменитый авантюрист, а младшим Джованни Казанова, тоже известный художник. Родился в Лондоне 1 июня 1727 года. Ходили слухи, что его отцом на самом деле был принц Уэльский, который вскоре после этого стал королем Георгом II. Неясно это из корыстных побуждений или из-за рекламы. После смерти его отца в 1733 году он и его братья и сестры были переданы на попечение семьи Гримани. Его карьера началась в мастерских от Джованни Антонио Гварди. Позже он перешел в мастерскую Антонио Джоли, который был сценографом в театрах, принадлежавших семье Гримани. Начал учиться у художника-баталиста Франческо Семани. В 1751 году по совету своего брата Джованни. Он отправился в Париж и стал учеником Шарля Парачеля. После смерти Парачеля он отправился в Дрезден, где провел год, изучая батальную живопись в галерее Курфюстов в Саксонии. В 1758 году он вернулся в Париж и занялся вольной живописью. Успех пришел не сразу. Его первая выставка провалилась. В 1761 году он стал нештатным членом Королевской академии живописи и скульптуры, а в 1763 был произведен в действительный член. По результате благоприятной критики со стороны Дени Дидро он получал заказы от аристократии. Позже Дидро высказывал негативное мнение о творчестве Казанова, но его репутация уже была создана. Его слава вскоре распространилась на восток. Начиная с 1768 года он получал заказы от Екатерины Великий на строительство Эрмитажа. Два года спустя он создал свои четыре знаменитые картины-катастрофы, которые были приобретены Жаном Бенджамином Делаборде по поручению короля Людовика XV. В 1662-м женился на Жанне Мари Жалевы, балерине, театре итальянской комедии, известной как Мадмуазель де Алан Кур. Ее профессиональные связи также обеспечили его множеством клиентов. В 1775 году, через два года после ее смерти, он женился на недавно овдовевшей Жанне Катерине Делашу. Прак оказался неудачным, поэтому он бросил ее в 1783 году. Нашел убежище в Вене под защитой принца Шарля Жозефа де Линя, который представил его канцлеру Каунинс. Быстро стал популярен при Венском дворце. Надо сказать, что в дополнение своим картинам он создавал эскизы для гобелинов и обивки мебели, которые оказались очень прибыльными. На королевской мануфактуре Баве использовались более 70 его моделей. Создал ряд афортов. Несмотря на свой успех и многочисленных клиентов-аристократов, он растратил свои деньги. Был постоянно в долгах и умер в бедности в своем доме недалеко от Медлинга. Обычно указывается 1803 год, хотя в некоторых источниках указывается 1807 или 1805. Вот так вкратце из переводной википедии у Франческо Джузеппе Казанова, итальянского художника, который специализировался на батальных сценах. Пока-пока, до свидания, всего хорошего, смотрим работу.